Пасмурное небо, яркая зелень и цвета осени создают впечатление полотна из ткани. Работая над картиной Бахилова поляна в «Жигулях», самарский художник Венир Кныжов начал использовать цвет экспрессивно. Высокая гора и Волжский простор – этот уголок природы начал притягивать к себе художников во второй половине прошлого века. И до сих пор мастера стремятся выехать на Бахилову поляну и запечатлеть красоту природы на холстах. Венир Романович как раз один из тех таких мастеров, который успевал красоты нашей природы. Мы долго шли к тому, чтобы этот проект осуществился, потому что юбилей-то был в прошлом году, а в прошлом году у нас всех настигла вот эта пандемия. Венира Кныжова не стало в 2005 году. Он никогда не выставлял свои картины в музеях родного города. К 90-летию, со дня рождения художника, сотрудники музея исследовали мастерскую и нашли множество работ. Их никогда не видела широкая публика. Волжские, кавказские пейзажи, портреты жителей губернии, натюрморты. Теперь может увидеть каждый желающий на выставке в областном художественном музее. Отдельно представили здесь картины историко-бытового жанра. Венир Романович обращался как раз к теме Великой Отечественной войны и в основном к теме партизанского движения. Конечно, большие работы сейчас представлены где-то в собраниях музеев. Поэтому мы что-то показали в эскизах к картинам, а что-то удалось показать. Самарский художник стал основателем училища искусств вечерней художественной школы. На открытие выставки пришли его ученики, в их числе сын Алексей. С детства любил наблюдать за отцом, часто ездил с ним на Бахилову поляну. Это все мне знакомо. Пейзаж я выбрал благодаря отцу. Он был моим учителем. Когда учился в училище, я вкусил его. Понял, что это мое. Что я хочу именно работать в этой области. Выставка Венира Кныжова продлится до 18 июля в художественном музее. Виктория Шарая, Никита Колосов, Константин Головин. События.